Всем привет! Вы смотрите канал Mobotix Webcams Russia. В 2018 году много веб-камер затронуло капитальный ремонт зданий, на которых они размещены. Также несколько камер не транслируются по другим техническим причинам. Мы помним о каждой камере и стараемся восстановить их работу как можно быстрее. Постоянные зрители заметили, что недавно прервались трансляции двух старейших веб-камер Санкт-Петербурга. Панорама Невского проспекта и Исаакиевский собор — это открыточные виды нашего города, и мы поспешили сделать все от нас зависящее для восстановления. Сейчас мы находимся на Невском проспекте в доме Вавильберга. Это здание, где раньше располагались авиакассы. Сейчас оно переоборудуется под пятизвездочный отель, который должен открыться в 2019 году. Это первое в России здание, выполненное из монолитного железобетона. И так как тогда не существовало специализированной опалубки для железобетона, использовались доски, их следы можно увидеть на потолке. Это сплошная железобетонная кровля, а сверху на этих перекрытиях гидроизоляция и кровельное железо. На Невском проспекте идет реконструкция исторического здания, в связи с чем оптический кабель, обеспечивающий веб-камеру интернетом, было необходимо отрезать для переноса оборудования и включения по временной схеме. Для удобства ввода оптического кабеля в ящик с оборудованием мы применили гермовод AVC со съемной зажимной цангой. Эти гермоводы очень хорошо зарекомендовали себя при монтажных работах на морозе. А пока монтажники сваривают оптоволокно, обратимся к ретроспективе. В 2010 году на телеканале НТВ впервые показали кадры с веб-камер Санкт-Петербурга в прямом эфире. Это были две веб-камеры Mobotix M24, направленные на панораму Невского проспекта и Дворцовый мост. Питер.ком выражает благодарность собственникам здания за помощь в сохранении онлайн-трансляции, направленной на популяризацию образа Санкт-Петербурга как крупного российского и международного туристского центра. Сейчас камера демонтирована. На вопрос, почему не показывает камера, которая показывает дворцовый мост, могу ответить почему. На крыше располагалась металлическая ферма, а далее пилон, на котором располагалась камера. Сама конструкция досталась у наследства с советских времен. Подобные конструкции с антеннами можно наблюдать на здании напротив. Таким образом, камера находилась еще выше, чтобы здание, которое сейчас загораживает дворцовый мост, не перекрывало обзор. Другую камеру можно увидеть внизу. Также капитальный ремонт идет на набережной канала Грибоедова, где была установлена веб-камера, транслирующая храм Спаса на Крови. Пока нет информации, когда камера может вернуться в онлайн. А в нашем архиве есть кадры с монтажа веб-камеры. Работы выполнены методом промышленного альпинизма, поэтому надежность камеры имела очень большое значение. С момента установки камера ни разу не потребовала технического обслуживания. Продолжение следует... Веб-камера Александринского театра сейчас тоже недоступна, так как зимой нет условий для ремонта кабеля. В нашем архиве нашлись записи этой камеры до того, как она заняла свое привычное место, на котором с 2012 года радовало всех зрителей. Тогда на Малой Садовой улице открылась выставка-звезда по имени Цой, посвященная 50-летию легендарного ленинградского рок-музыканта. Еще на видео есть интересный вид на северный павильон Аничкова дворца. В завершении переместимся к Исаакиевскому собору и посмотрим, что еще могла бы видеть веб-камера, будь она установлена по-другому. При первом взгляде вблизи Исаакиевский собор кажется настолько огромным, что подбор ракурса мы начали с суперширокоугольного объектива 180 градусов на камере Mobotix M24. После практических экспериментов выбор был остановлен на объективе 90 градусов. Монтаж был произведен с автовышки в 2010 году и с тех пор камера не требовала технического обслуживания, подтвердив за 8 лет правильность выбора. Прекращение трансляции было связано с изменением IP-адреса веб-камеры. Мы установили на камере актуальные настройки и камера вновь вышла в эфир, чтобы и дальше радовать влюбленных в Санкт-Петербург. Сейчас мы восстановили работу веб-камеры, которая показывает Исаакиевский собор и теперь можно направляться делать другие рабочие дела. А вам приятного просмотра и, конечно же, оставляйте комментарии. Ваш, ну, не знаю, свой поставили, нашим заработал. Вон там медиковинтер работает. Все установлено. Разварена оптическая муфта, бесперебойник, сетевой фильтр, наш блок питания Mobotix и медиаконвертер RISCOM. Все здесь в сейфе есть. Закрываем его на ключик. Оптика введена через гермовод АВЦ с раздельной зажимной цангой. Сейчас я приехал в магазин радиодетали, где продаются гермоводы АВЦ, которые сегодня мы устанавливали на оптический кабель на Невсном проспекте для того, чтобы восстановить работу веб-камеры. Конструктивная особенность этого гермовода состоит в том, что он имеет отдельную зажимную цангу, которая не ломается на морозе и упрощает процесс установки. Установочный размер гермовода 20 мм. Можно устанавливать его, используя прилагающуюся в комплекте гайку или нарезать резьбу М20 на 1,5 мм. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Онлайн-веб-камеры можно смотреть на сайте телеканала «Санкт-Петербург» и сайте «Питер.ком», где можно оставлять комментарии с высококачественными снимками с веб-камерой. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok